Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у меня на связи по скайпу Федоренко Вячеслав Григорьевич, машинист, председатель правкома свободных профсоюзов, локомотивное депо Кривой Рог. Как вы там живете, можете. Добрый день! Живем, боремся. Ну, я думаю, что тема нашего разговора, наверное, будет связана с ремонтом, капитальным ремонтом, который был проведен недавно на Львовском локомотиво-ремонтном заводе. Так? Да, на Львовском локомотиво-ремонтном заводе, ВЛ-11М-051. Весной пришла у нас машина с ремонта. и есть зауважение. Какого года выпуска эта машина? Года? Сейчас я вам подскажу, какого она года. Это интересно, потому что... 1987-го на табличке написано. Ну, так это у вас свеженькая машина. Да, свеженькая. Тбилиси? Тбилиси делал? Тбилиси электровозостроительный завод имени Ленина. Понятно. Ну, как ремонт вам? Ремонт... Ремонт... Культурное состояние, конечно, стало лучше. Прилоды, что отвечают за безаварийность, безперебильность работы локомотива, есть подсветка машиниста, то есть... К сигнальным лампочкам есть претензия, вот РКЗ, световой фильтр должен быть белого или зеленого цвета, он почему-то с капитального ремонта пришел с красным светофильтром. У нас на ВЛ-8 привычно он белый. Ну, наверное, не хватило красных светофильтров. Ну, да, не хватило, не хватило горит, и для нас это уже радость, что оно хоть как-то сигнализирует. Так, потом замечание какое большое, это течь масла по компрессорам. Я не думаю, что эта неисправность возникла в ходе эксплуатации, потому что весной он пришел и течет в одной секции компрессор очень сильно. Ну, а рекламацию вы давали, Вячеслав Юрьевич? Ну, я имею в виду руководство ваше. Ну, я с 4-го 07-го принимал ее в эксплуатацию с ПТО и не принял по одной из замечаний, что течь масла компрессоров. Понятно. Понятно. Да, составил акции, там моя подпись помощника мастера ПТО, зарегистрировал в приемной, и со слов начальника депо сегодня сказал, что приезжали товарищи со Львова, устранили эту неисправность. А, так вас можно и поздравить сразу. Оперативно? Сегодня у нас только 11-е число, то есть неделю тому назад. Да, оперативно, молодцы, если действительно так устранили эту неисправность. Бывает же всякое. Хорошо, хорошо, хорошо. Но вообще, как работает сегодня в Кривом Роге? Так как работает? Начали приводить локомотивы немножко в божеский вид, так сказать, к вымогам ПТО и правилам безопасной эксплуатации электровозов, тепловозов, мотор, вагонов, рухомого склада. Ну, хотелось бы немножко затронуть 051-ю. Пожалуйста, пожалуйста. Да, вот сразу замечание к кабине. То есть кабина осталась такая, как в 1987 году в Тбилиси она сошла с конвейера. То есть с глубокой модернизацией не было кабины. Все как было, все таки осталось. Что меня трошки удивило, потому что перед ней приходили локомотивы такие, как 050-я, 015-я, 075-я, уже с глубокой модернизацией. Там кабины модернизированные, шумоизоляция лучшая сделана, кресла с подлокотниками идут уже. Да, вентиляторы есть, да? А там не вентиляторы, там система кондиционирования установлена. О, и работает? В последнее, что я был, не работала. Понятно. 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 Но это, наверное, проблема не только завода, это проблема локомотивного главка УЗ. Но это проблема не завода, так как я понимаю, какой заказ дали, сколько оплатили, такую кабину и сделали. Понятно. Но я хотел бы обратить внимание, что, согласно правил безопасной эксплуатации, затвердженного приказом номер 54 2008 года, такой есть пункт 5.1. На ТРС, что эксплуатуется, повинны быть створены безопасные и нешкодные умовы работы. З цією метою периодично повинна проводитись аттестація рабочих мест за умовами праці. За результатами аттестації на залізницях повинні розроблятись заходи щодо приведення ТРС у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. И, в первую очередь, щодо перевищения ограниченно-допустивных уровней шума, вибрации, напруженности электромагнитных полей, до отримания норм освещенности, микроклимату, вместо шкідливых речевин у поветря и рабочей зоны. Вы понимаете, что этот приказ уже существует 10 лет. Локомотив весной пошел туда, весной пришел с капитального ремонта, а кабина как была, так и осталась. То есть, в кабине, когда я замерял неповеренным градусником обычным, китайским, я мерял температуру свыше 40 градусов в кабине. Ну да, металлическая же все. Да, 40 градусов в кабине и более того, вот у меня в руках есть... А кондиционер, вы говорите, у вас стоит? Кондиционер где? Ну, в кабине электромагнитных. Не, в 051-е пришла без системы кондиционирования почему-то. Понятно, понятно. Я ж к этому и веду, зачитал. А может быть, есть смысл нам обратить внимание заводчан, а также руководство локомотивного главка в лице гражданина Павлова, который сегодня исполняет обязанности самого главного локомотива. Мне кажется, это не так как завода, это как главку. Ну да. Сколько выделили денег, ну на то и сделали, без глубокой модернизации. Вот у меня в руках оценка факторов выработного средств и трудового процесса. Так, дата доследжения 26.07.16. Так, микроклимат у примещения, тобто в кабине. 30.0 написано. Максимально. Ну, как максимально. 30.0. Оно тут одно значение. Хотя, по ГОСТу минимум два значения должно быть замерено на высоте от пола 150 мм и 1500 мм. И разница температуры по высотам должно быть не более 5 градусов. Как тут определить разницу по температуре, я не знаю. Я надеюсь, там в протоколе посмотрю. Но тут, я так понимаю, тут среднее арифметическое значение температуры. Ну, то такое, ну, согласно ГОСТ есть такой, я вам сейчас его назову. Пожалуйста. ГОСТ 12.1.205 1988 года. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Там написано, в кабинах, в постах управления, там, где работа связана с нервно-эмоциональным напряжением, то есть работа локомотивных бригад, так как мы по приказу медкомиссии проходим работа с нервово-эмоциональным напряжением, температура должна быть впродолжь змены 24 градуса плюс-минус 2. Это, во-первых. Во-вторых, в правилах безопасной эксплуатации, пункт 1.19, начальник залезницы повинен забезпечить. Два и то, что идут, и вот это тут ГОСТ, общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. То есть сам ГОСТ существует с 1988 года. Правила 2008 года у нас локомотивы приходят с капитального ремонта без установки климата. То есть даже нету ни системы кондиционированной, даже нету вентилятора не поставили. Хотя температура там, ну ой-ой-ой. А что руководство ДПО по этому поводу думает? А я не знаю, что руководство ДПО по этому думает. У них это ж не во власти, а руководство ДПО. Не в их силах. Они должны быть каким-то движителем прогресса, я так понимаю. Хотя бы бумажки должны плодить и отправлять по инстанциям. Ну должны отправлять, но как они могут отправлять, если некоторые у нас, некоторые товарищи-технологи, о существовании такого правил безопасной эксплуатации электровозов-тепловозов, они узнали, как у нас началась 14 мая, тиждень захоронной работы. Понятно, понятно. Да, до этого они, может, и слышали, но ко мне теперь обращаются, спрашивают госты, что как должно. То есть, срушили трошки из мистя, с мертвой точки уже. Вот если бы вы еще и изменили свою зарплату в сторону увеличения, тоже было бы замечательно. Или вам ее добавили после недельной работы по правилам? Нет, у нас вот ребята, локомотивные бригады, за июнь месяц получили маленькую зарплату, они очень недовольны. Машинисты с выслугой лет, уже больше 20 лет, со вторым классом, получили на руки, вместе с авансом, около 13 тысяч гривен. А я думал, 18-20 вы получаете тысяч. Ну, это ж в Верховной Раде так отмечают, 20 тысяч 380 гривен. Понятно. Где они эту сумму берут, я не знаю. УЗ подсказало, я так понимаю. Ну, я бы хотел, чтобы они взяли статистику с ДПО Кривой Рог по локомотивным бригадам, и не только по локомотивным, еще и по свистерям, и по бухгалтерии, и под работников санитарно-бытового комплекса, мыйников-прибиральников, и сделали анализ. Сделали анализ, потому что такого региона, как Кривой Рог, 2500 вагонов в сутки погрузки нету в Украине, я так думаю. Когда мы начали выполнять свои посадовые обязательства, и просили, и умоляли принять локомотивы и выехать, мы нужны были и обещали доплату за нарушение климата рабочей зоны 15%, за доплату за работу на технично застарелом обладании, тоже обещали, а сейчас эти как бы обещания уже и забились, я так понимаю. Печально, печально. Хорошо, Вячеслав Федорович, я думаю, Игорь Валерьевич, я прошу прощения, давайте мы на этом закончим нашу с вами беседу, и не будем прорывать контактов в будущем, договорились? Беседу? Так мы только начали, тут много нюансов, на которые я бы хотел обратить внимание. Но вся беда в том, что вы уже говорите, у меня больше 12 минут. Ну, ничего страшного, у вас там пленки для записи хватает? Ну, хватит, конечно, но выпускать в эфире могу вас только кусками. Ну, кусками, давайте кусками. Ну, хорошо, продолжим нашу беседу, прошу дальше. Какие еще? Так, на что я обратил еще внимание, вот пришел локомотив с капитального ремонта и отсутний привод для разогревания ежи. То есть, согласно даже, если быть объективным, любят наши товарищи какие-то ссылки, нормативную базу, во-первых, робе посылания правила безопасной эксплуатации, что прилад для разогревания ежи должен быть в локомотиве, при наявности напруги в цепях управления свыше 42 вольта. Это что, электроплитка или что? Ну, даже электроплитки нету. К нам приходили локомотивы уже с микроволновками, а тут с капитального ремонта уже даже электроплитки вот этой примитивной нету. Ух ты, смотри. Я в фотографии вот сделал, тут, где оно с завода-изготовителя должно быть стоять, получается так окрашено, что она с капиталки пришла уже без электроплитки. Понятно. Только осталось место под тумблер. Это вопрос. Ну и холодильника тоже нету. Хотелось бы отметить, что с завода-изготовителя он не предусматривался, но надо же уже как-то его предусматривать уже давно, делать глубокую модернизацию локомотива с учетом этих требований климата рабочей зоны. Холодильник туда, микроволновку, если не микроволновку, хотя бы духовочку туда поставить, электронику поставить туда. Сиденье антивибрационное с подлокотниками они типа с ВЛ-8 поставили. Кстати, кресло хорошее, мягкое. Такому креслу у нас каждый машинист был бы рад, если честно, но все равно до ГОСТа оно не дотягивает, к сожалению. Понятно. Какие еще есть у вас по этому поводу мысли, по этому электровозу? Мысли, мысли. А, кстати, по поводу мысли. Согласно ГОСТа, я вам сейчас его назову, этот ГОСТ. Согласно ГОСТа. ГОСТ называется 12.2.056.81. Он еще 1981 года, и он у нас на территории Украины действует. Должен быть ящик для сберегания запасных инструментов и принадлежностей. А также место для хранения аптечки. То есть с капитального ремонта он пришел без ящика даже под зип. Негде тут инструмент хранить. И также он с капитального ремонта пришел без крышки на ящик пенсберегания обтирочных материалов. Ящик сам есть внизу, а крышки нету, и в этом ящике стоят рукава и огнетушители, чтобы огнетушители не попадали и не побили раструбы свои. Понятно. Продолжайте, продолжайте. А что положительного? Положительного хочу отметить. Песочные, наконечники песочных труб. Они отрегулировали как положено, зафиксированы они тут. Имеют срез, который направляет струю песка вместо стыка рельса с бандажом колесной пары. Но в эксплуатации немножко они поуходили в сторону. Немножко они далеко стали от колеса находиться. Как бы не по ГОСТу. Придет зима, в трубы начнет попадать песок, потом будет трудно его выбить. Потом у нас будут простои, будет начальник депо вызывать локомотивные бригады, возмущаться, рыгать, почему вы локомотив не очистили от песка, от снега, а так забивает, что и рады почистить, но не получается. Потом на ПТО его с помощью проволоки его выколупает, тут снег забитый. Он уже там страмбуется, превратится в ледышку и составляет хлопоты. То есть, если трубы будут отрегулированы изначально, вероятность попадания туда мокрого снега будет намного меньше. Это что из положительного. Второй положительный момент. Линолеум тут постеленный такой, что не поднимает горение по ГОСТу. Такие серики с металлическими такими блестящими вкраплениями. По ГОСТу и положен очень хорошо, контроллер был поднят, заведен туда линолеум. Подставка под ноги тоже была поднята под печи и линолеум туда был заведен. Вот эти вот положительные моменты. И все, что я хотел отметить. А зеркала стоят. Не закрашенная краска, нет? Нет, зеркала не закрашены и лобовые и боковые стекла не закрашены. Также лобовые стекла имеют уже жалюзи, что положительно. Такие рулеты. Боковые стекла не имеют, к сожалению, жалюзи. К нам приходили локомотивы. ВЛ-11 после глубокой модернизации. Там уже на боковых стеклах были жалюзи, которые положены уже с украинским ДСТУ. Все предотвращают попадание солнца. Прямых солнечных лучей. Даже на боковых. Тут, на боковых, тут, наверное, и технически неудобно его тут использовать. Понятно, понятно. Да, основное нарекание, вот почему нет глубокой модернизации кабины с учетом устранения шума, вибрации, температура рабочей зоны. Это во-первых. А во-вторых, надо же электроникой уже оснащать. 0,16 локомотив пришел с электроникой, так там только локомотив собирается сорваться в боксовании. Уже срабатывает реле боксования, уже песочек подается под колеса и в боксовку не срывается. И положительное то было, что на каждом соединении машинист видел ток якоря всех групп тяговых электродвигателей. Понятно, понятно. Ну, я так понимаю, сэкономили на 0,51 и выпустили то, что есть. А люди должны теперь как бы мучаться, мучаться. Само большее это температура. Сейчас уже, я думаю, сезон дождей закончился, выйдет солнышко. И там в кабине просто ужас. Просто ужас. Я думаю, Мартен отдыхает по сравнению с нашими температурой. 46 градусов. Без зарахувания солнечного выпрямивания. ВЛ-8 в плане летом легче переносится жара, чем на ВЛ-11. Я так понимаю, он был разработан для климата Российской Федерации. Там, где в тех же широтах нету такой жары, как у нас в Украине. Окна маленькие, двери в тамбур. То есть не откроешь. Если откроешь, то оно не поможет сквознячком. Такие вот замечания. Понятно, понятно. Хорошо, Вячеслав Леонович. Наверное, мы на этом с вами и закончим нашу беседу сегодняшнюю. Продолжение следует...